Добрый вечер, дорогие друзья, дорогая церковь, все, кто собрался сегодня здесь, мы хотели бы продолжить нашу тему, которую мы посвящаем уже продолжительное время, а можно сказать, даже уже и не один месяц. И мы начинали вот эти темы еще до лета, потом у нас был перерыв, и сейчас мы продолжаем их. Вот прежде чем закончить разговор о разных аспектах внутренней жизни семьи Уайт, хотелось бы вот один очень немаловажный аспект тоже высветить и о нем сказать. И это финансовый аспект, почему важно о нем сказать, потому что то, как в семье люди умеют распоряжаться финансами, может о многом сказать, правда же, об этой семье, об этих людях, об их предпочтениях, вкусах, нравах и так далее. Я думаю, что вот у всех у нас так или иначе в жизни этот вопрос стоит, можно сказать, или вернее периодически он возникает, вот с определенной, может быть, какой-то остротой, потому что так или иначе вот вопросы финансов часто дают о себе знать. Вот сегодня я утром провожал своего сына в школу, мы, значит, идем с ним, и утреннее время, да, вот уже Союз Печать, Ларюк работает, продает там журналы, газеты и какие-то еще вещи, и, значит, он подошел, смотрит, я чуть-чуть тут приотстал, он подбежал к нему, смотрит, я говорю, что ты там смотришь, пойдем в школу скорее, а он говорит, тут армуды продают, я говорю, какие, давай расскажи за армуды, что это такое, он говорит, ну, это такие вот шарики, шарики, да, которые вот в воду помещаешь, они разбухают, а потом их все в школе друг другу продают. Можно, у меня, говорит, есть 100 рублей, можно я куплю армуды и буду заниматься в школе бизнесом, продавать их. Я говорю, ты знаешь, прежде чем заниматься в школе бизнесом и продавать армуды, бизнесмену необходимо выработать в себе одно очень важное качество. Ну, спрашиваю, ты какое, я говорю, терпение и бережное отношение к тому, что уже накопил. А пока я вижу, что как только у тебя зашевелились денежки в кармане или в твоем кошелечке, да, то ты уже сразу начинаешь смекать, на что бы их поскорее растренькать все, да, вот, и купить там мысли у тебя какие-то чипсики, то сухарики, то еще что-то, да, и если ты вот так вот поэкономнее бы жил, у тебя сейчас было бы не 100 рублей, а было бы, может быть, 100 тысяч, он, как 100 тысяч, я говорю, ну, вот бизнесмены, ты думаешь, как они вот, они копейки-копейки вот так вот складывают, ты думаешь, они что, миллионы к миллиону, они вот научили себя складывать сначала копейка-копейки, а потом уже у них вошло это в черту характера, и они научились деньгами управлять и знать, да, сколько можно, куда и как, чтобы в то же время был какой-то финансовый запас у них для жизни на всякий случай, потому что жизнь же разная бывает, сегодня стабильность, завтра, как бы, может быть, проблема, но вот мы идем об этом с ним, рассуждаем, да, и вот как раз у нас сегодня тоже такая тема, я думаю, нам полезно будет на нее посмотреть и осветить ее, да, финансовая сторона семьи Уайт, и надо сказать, что если вот вернуться к самому началу их служения, то это сегодня Всемирная Церковь своих пастырей и руководителей поддерживает, да, от десятины им начисляют определенный процент финансов, и они за счет этих финансов живут и продолжают служить. Но когда мы рассуждаем о первых годах становления церкви и семьи Уайт, которая продолжала служение свое в церкви и развивала церковь, в нее вкладывалась, то там еще такой финансовой поддержки не было, поэтому со стороны церкви, да, поэтому они жили, конечно же, первые годы очень трудно, они были, их годы наполнены финансовыми лишениями, вот, они не имели регулярного дохода, и вот, как я говорю, еще вот этой системы финансовой поддержки число жителей вообще не существовало как таковой, и не то, что даже финансовой поддержки не существовало как таковой, а церкви-то как таковой не было, правда же, вот, со всей ее, как бы, многогранностью, выстроенностью структур, работа отделов и так далее. Поэтому Джеймс и Елена Уайт трудились и многим жертвовали, чтобы собрать людей воедино, чтобы действительно, вот, было подобие церкви, да, и люди начинали осмысливать, как дальше двигаться и развивать Божье дело. И вот в августе 1847 года, это год прошел после женитьбы Джеймса и Елены Уайт, они жили в чужом доме, обставленном чужой мебелью. И вот, послушайте, что пишет Елена Уайт из своих воспоминаний о том времени, и эти воспоминания записаны в очерках жизни Елены Уайт на странице 105. «Мы были бедны и видели трудные времена. Мы решили быть независимыми, поддерживать себя и что-то иметь для помощи ближним. Но мы не процветали. Джеймс возил камни для строительства железной дороги, но ему нерегулярно выплачивали жалования за его труд. И в итоге он вернулся к прежней своей деятельности, а занимался он именно заготовкой дров. Он работал от рассвета до заката за 50 центов в день. Елена Уайт писала, что она не роптала, но была благодарна за каждый день их жизни. И вот однажды у них закончились продукты, и Джеймс вынужден был пройти 3 мили под дождем до дома своего работодателя, чтобы купить у него немного пищи. И вот опять я прочитаю вам воспоминания Елены Уайт. Они записаны в рукописи 19-е 1885 года. Она говорит, мой муж шел по улицам Брюнгсвика, это штат Мэн, с мешком за плечами, в котором было немного фасоли, немного кукурузной крупы, немного риса и немного пшеничной муки. Это могло спасти нас от голода. Когда Джеймс вошел в дом с пением «Я странник и пришелец», я спросила, до чего мы дожили? Не забыл ли нас Бог? Муж поднял руку и ответил, «Тише, Господь не оставил нас. Он дает нам достаточно для удовлетворения наших теперешних нужд. Иисус жил не лучше. Я была настолько измотана, что после его слов вознеможение опустилось на стол». Вот такое воспоминание есть Елены Уайт. Интересное. Но оба супруга твердо верили, что на них возложена миссия особая служения убедить разочарованных миллеритов в том, чтобы они не теряли надежды, продолжали верить в Божий замысел, в Божий план, в Божье пророчество, во второе пришествие Христа, что истинной для настоящего времени является весть о седьмом дне, в субботе, и что последней вестью провозглашаемой миру перед концом времени будет трехангельская весть, которая записана в 14 главе книги Откровений с 9 по 12 стихи. И вот все небольшие деньги, которые Джеймс и Елена Уайт получали за эти годы, в основном все они уходили на поездки, на участие в различных встречах, христианских служениях, конференциях субботствующих адвентистов, которые проходили с 1848 по 1850 годы. А также эти финансы у них уходили на публикацию первых открытий, сделанных в процессе библейского изучения. То, что Бог открывал, это все надо было издавать, с этим надо было знакомить людей. Они не могли физически присутствовать во многих местах, поэтому они понимали, что необходима литература. Литературу надо печатать, может быть, в каком-то упрощенном варианте, в виде каких-то там брошюр, или листочков ознакомительных, или еще каким-либо образом. Но дело Божие надо таким образом продвигать и знакомить с ними христианскую общественность, не только миллеритов, разочарованных, но и других христиан. И вот Елена Вайт пишет, опять же, в очерках жизни, на странице 106 мы можем эти слова найти. «В то время мне было показано, что Господь испытывал нас для нашего же блага и готовил нас к служению ближним. Он тревожил наше гнездо, чтобы мы не успокаивались. Перед нами стояла задача трудиться ради других душ. Если мы процветали, наш дом стал бы настолько приятным, что мы не захотели бы оставлять его». Вот такая мысль, да? Вот какая на самом деле глубокая мысль. И здесь как бы присутствует, я думал над этими словами, да, и здесь как бы присутствует женская логика больше, правда же? Потому что именно женщина, она любит собивать красивое гнездо, уютное для всей семьи, вот, обустраивать его, потому что мужчина, он больше прагматик и практик. У него, ему необходимо, чтобы у него под рукой было все, ну, самое необходимое для него на этот момент, да. Ему не нужны там картиночки на стенах, вот, красивые занавесочки в тон, там, по крашенному полу, да, и какая-то, может быть, необычная люстра, что важно для жены. Но ему необходимо, чтобы была койка, шкаф для одежды и стол с книжками, например, для работы, да, и все. И там холодильник, плита. Чтобы можно было приготовить все, он будет этим довольствоваться. Для женщин же не так, да. И Елена Вайт во своим, как бы, мышлением женским, она говорит, вот, пишет об этом, да. Если бы мы процветали, наш дом был настолько приятным, что мы не захотели бы оставлять его. И вот в 1848 году Джеймс Уайт отмечал, и эти слова записаны в письме брату Уайту, Джеймса Уайта брату от 1848 года, 2 июля. «Я дал обет Богу, что направлю все свои силы на выполнение Божьего благословенного дела, на распространение трехангельской вести». Да, вот такой обет дал Джеймс Уайт. Дела в семье Уайт поправились не сразу. В начале, в 1848 года, Джеймс писал, что все наши вещи, включая одежду, постельные принадлежности и домашнюю утварь, помещались в небольшом дорожном сундуке. Да и то он был пустым наполовину. Нам ничего не остается, как только служить Богу и идти туда, где Бог откроет для нас путь. Вот такие слова записаны, опять же, в письме Джеймса Уайта Хастингсу от 1848 года, 27 апреля. А четыре года спустя уже, когда семья Уайт отправилась в Рочестер, штат Нью-Йорк, они наконец-то могли снять дом уже в аренду, не у кого-то жить, да, вот, так как у них вот отпала с этого момента нужда жить с другими людьми. В доме они могли разместить печатный станок и поселить несколько других адвентистов, которые стали помогать им в работе. И вот, опять же, я хотел бы прочитать вам из очерков жизни на странице 142-й слова, которые писала Елена Уайт с Кобриджо Хелланду. «Ты улыбнешься, если посмотришь на нас и увидишь нашу обстановку. Мы купили две старые кровати, по 25 центов каждая. Мой муж принес домой шесть старых стульев, причем среди них нет даже двух похожих. За стулья он отдал один доллар. Затем он достал еще четыре старых стула без сидений и за них заплатил 62 цента. Каркас у стульев крепкий, я сделала на них сиденье. Масло настолько дорогое, что мы не покупаем его. Не можем также позволить себе картофель. Вместо масла употребляем подливку, а вместо картофеля репу. На первых парах мы ели на кухонной доске, положенные на два пустых бочонка из-под муки. Но, добавила Елена Уайт, мы готовы переносить лишения, лишь бы дело Божие двигалось вперед. И вот молодой Урия Смит, живший в одно время вместе с семьей Уайт, в своих наблюдениях относительно питания в этом доме, отметил, что теоретически он не был против того, чтобы есть бобы 365 дней в году. Но когда эта еда превратилась для него в постоянную пищу, он собрался было возразить. То есть мы видим с вами, насколько действительно аскетичный был образ. Не то, что из-за фанатизма какого-то, нет, они хотели бы жить более благополучно, но на тот момент они избрали просто такой, не в ущерб Божьему делу, на такой образ жизни. Прошли годы, прежде чем семья Уайт достигла того, что можно было назвать стабильным финансовым положением, конечно, они могли добиться этого и раньше, но, как мы увидим с вами чуть дальше, супруги Уайт постоянно жертвовали на становление и разбитие церкви адвентистов седьмого дня. Между тем, их ранние лишения, также природная наклонность на всю жизнь сделали Елену Уайт экономным человеком во всем. И она осталась таковой даже тогда, когда другие не видели в этом необходимости. То есть когда у нее была возможность себе что-то позволить, но уже такая природная, выработанная черта характера, она была в ее сущности. Поэтому она независимо от того, жила она в достатке или в лишении, она всегда умела экономно подходить к жизни, к финансам и к благополучиям, которые, если оно было. Вот это тоже одна из черт характера Елены Уайт. Мы же потихоньку вот так вот приоткрываем, да, вот как бы черту за чертой, в разных вот таких вот аспектах особенных, да, которые с каждым разом мы проговариваем с вами. Елена Уайт знала, как экономить деньги в домашнем хозяйстве. Она была внимательной покупательницей, имела, конечно же, наметанный глаз, чтобы видеть хорошее качество товара и при этом хорошую цену. Правда же? Это тоже очень важно, потому что можно как бы покупать хороший товар, но переплачивать за него огромные деньги, да, и при этом можно в каком-то более экономичном магазине тоже покупать хороший товар, и при этом он будет, может быть, в два раза дешевле. И она также регулярно пополняла семейную кладовую фруктами, овощами из своего сада и огорода. Однако ее непревзойденная способность экономить наиболее ярко проявлялась в шитье. И о шитье мы с вами уже, да, немножко, чуть раньше говорили. Разумеется, вначале, как бы, только острая необходимость вынуждала идти на такую подчас вот серьезную экономию. Например, в конце 1840-х годов Елена написала, что ставила не просто заплаты на пальто Джеймса, но латала даже заплаты на заплатах, поскольку трудно определить, какой была первоначальная ткань на рукавах. Вот это записано тоже в очерках жизни на странице 107. Помимо того, что Елена Вайт посвящала довольно много времени шитью одежды для семьи, а также для каких-то обездоленных, нуждающихся людей, ей казалось, владела подлинная страсть к вязанию, ей нравилось это дело. Вот, и есть такой тип женщин, да, вот, которым нравится именно это дело. Да, есть такие женщины, которые абсолютно к этому равнодушны, или прямо это даже их раздражает. А есть такие мужчины, которым нравится вязать. Вот, и это тоже такая особенная какая-то черта человека, да, вот, какая-то склонность его мышления, образа жизни, типажа, да, вот, как бы психологического портрета, может быть, вот, для него это может быть важно, потому что во время вязания, да, человек может, когда уже, ну, на автоматику переходит, человек может размышлять о многом, быть наедине с собой, не отвлекаться на какие-то посторонние раздражители, да, и это может позволять ему быть более осознанным, вот, более, как бы, восприимчивым к себе, потому что слишком много извне сегодня отвлекает человека. Вот, телефонные звонки, смс-ки, почта, компьютер, говорящая радио, играющая музыка в колонках компьютера, телевизор, ну, масса-масса всего, правда же, что сегодня может отвлекать человека, поэтому, когда мы говорим о Елене Вайту, историки говорят, что в любое время дня, когда ее руки были свободными, она хотела именно погрузиться в свое любимое занятие, и ее невестка отмечала, что в последние годы свекровь еще вязала носки всей семье у Ильи, да, сыну, а также другим людям, и Мэй не возражала, она не имела ничего против вязания, пока Елена Вайт не стала настаивать, чтобы Мэй тоже научилась вязать, вот, видите, да, и Мэй взяла у нее уроки на корабле, когда в 1900 году они плыли из Австралии в Соединенные Штаты, и вот осталось воспоминание Мэй, я связала один носок, но до другого дела так и не дошло, вот, это записано от 11 июня 1967 года, да, вот, не хватило желания, сил, может быть, сноровки и так далее. Починка старой одежды была еще одним увлечением Елены Вайт, она не любила отдавать кому-либо свою старую одежду, потому что, по ее мнению, это могло разочаровать получающего человека. Ну, человек в глаза-то не скажет, да, сам может подумать или с кем-то поделиться о том, что, ну, отдают, потому что самим не надо, и некуда, как бы, ну, не хотят люди выбросить. Мы знаем, что подчас у нас возникает в отделах ТАВИФ такая проблема, потому что мы часто призываем людей к тому, чтобы они приносили в отдел ТАВИФе вещи для неимущих, но мы просим людей, да, чтобы эти вещи были не ношеные сильно, не старые, выстиранные, да, продезинфицированные и лучше поглаженные, чтобы человек пришел и не пережил вот это в сердце разочарование, а они все равно одеты-то все, да, мне приходится в жизни одеваться вот в какие-то обноски. То есть это тоже очень важный такой аспект и момент. Елена Вайт дарила новую одежду, а старую чинила для себя и своей семьи. Так мы читаем в «Молодежном руководителе» от 1948 года за 23 марта. Ее внучки вспоминали, что Елена Вайт не только чинила одежду для всей семьи, но также и шила им платья из своих старых черных платьев. Елена Элла, внучка, упоминала, что однажды бабушка купила небольшой кусок красной отделки для их платьев. Вы же не хотите выглядеть так, будто едете на похороны. И Грейс добавила, что материал передней стороны бабушкиных платьев обычно сохранялся в довольно хорошем состоянии, поскольку она много сидела. Поэтому она берегла этот материал, чтобы пошить из него платьица для своих внучек. Это воспоминания Эллы Уайт Робинсон. Но не все были, конечно же, в восторге от такой экономии. Елена Вайт, Джеймс, к примеру, в 1874 году увещевал своего сына Уилле не соглашаться с ее идеями экономии, приводящей его к крайней нужде. «Обратив внимание на то, — говорил он, — чтобы ее платья, платки, предметы женского туалета, обувь, шляпы и так далее, все было в хорошем состоянии. одеваться, одевайся респектабельно». То есть это писал Джеймс Уайт у Уилле в 1874 году от 5 июля. То есть вот здесь мы тоже видим разный взгляд на вещи, на жизнь, на одежду как аспект Джеймса и Елены Уайт. Елена Уайт всю свою жизнь оставалась щедрой на пожертвования, например, во время миллерийского периода, если говорить о нем, да, она сильно недомогая, сидела в постели, обложенная подушками, и вязала чулки за 25 центов в день, чтобы издавать материал для чтения, который должен просветить и пробудить нуждающихся во тьме, как она говорила. Советы, это записано в очерках жизни Елены Уайт на странице 47-й. «В течение ряда лет, вспоминала Елена Уайт в другой раз, они с Джеймсом не получали жалования и были рады носить поддержанную одежду, а иногда у них едва хватало пищи, чтобы поддержать силы. Все средства шли на продвижение Божьего дела». И вот пишут, да, что такая щедрость в то время, когда люди зарабатывали по одному доллару в день, означало, что их дары превысили любые вознаграждения, которые они получали от церкви, а именно, что к 1885 году Елена Уайт могла сказать, что они с Джеймсом вложили 30 тысяч долларов в дело адвентизма. То есть, опять же, да, вот мы говорим с вами, если зарплата была в день 1 доллар, они вложили 30 тысяч долларов. Да, большие деньги, да. Вот, и как же им удавалось все это делать, да, как им удавалось скапливать для церкви такие средства? Супруги Уайт много писали и издавали, а Джеймс был умелым организатором во многих областях. Он действительно обладал богатым человеческим воображением. Вот, у него хорошо работало мышление, да, хорошо, ну, как современным языком говорит, он был очень человек, как креативный, да, придумщик. Вот, из ничего мог, как бы, создать какое-то интересное там дело или занятие, или служение. Вот, и доходы от таких вот разнообразных проектов позволяли им неоднократно вкладывать средства в развитие адвентистских программ. Они были постоянно впереди, жертвуя на новые проекты в адвентистской работе или зарождающиеся учреждения. Другие средства направлялись на погашение долгов. Елена, например, посвятила доход от издания книги «Наглядные уроки Христа». Она была издана в 1900 году на погашение долгов адвентистских образовательных учреждений. И, согласно плану, она жертвовала для этой цели свои авторские гонорары, издательство, свои доходы, рядовые члены свое время на продажу этой книги. В 1903 году проект принес больше 300 тысяч долларов дохода за выплату долгов. Как осуществлялись такие вложения, и продумывалось, как действительно финансировать церковь. Но это, знаете как, это не от хорошей, сытой жизни, правда же, потому что, когда церковь нуждается в финансах, всегда в церкви люди думают, как действительно сделать возможным ее продвижение вперед и развитие ее миссии. Однажды, в 1904 году, когда Елену Вайт обвинили в том, что она стала миллионершей, то Елена Вайт в ответ сказала такие слова. Послушайте, они записаны, кстати, в избранных вестях, в первом томе, на странице 103. Вы можете прочитать их дома, обратившись к этой книге. «У меня нет в этом мире ни одного владения, которое было бы свободно от долга». Почему? «Потому что я вижу, как много миссионерской работы должно быть сделано». Вот ее слова. В другом случае она сказала такие слова, и они записаны в письме 46-м от 1895 года. «Я буду продолжать вкладывать в церковь и в ее дело, пока могу распоряжаться средствами, чтобы дело Божье не ослабевало». Письмо, написанное в 1895 году, подытоживает основной подход Елены Вайт к управлению средствами. Она заявила, «Никакие деньги, попавшие мне в руки, я не считаю своими. Я отношусь к ним, как к Божьим деньгам, за которые мне предстоит дать отчет». Письмо 4-е от 1894 года. Вот именно такой подход и никакой иной Елена Вайт практиковала всю свою долгую христианскую жизнь. И я думаю, что вот такому отношению к церкви, к служению, к семье своей, к распоряжению финансами, нам части тоже надо перенимать, учаясь в первую очередь у Господа, смотря на библейские принципы построения финансового благополучия, распределения финансовых средств, как к этому относился Иисус, как к этому относилась первоапостольская церковь, как они умели распределять, находить баланс, так, чтобы существовать в этом мире и одновременно не забывать о деле Божьем и о служении. Пусть Господь нас благословит. На этом мы завершаем нашу тему финансового аспекта в семье Елены Вайт и управления ресурсами. Вот у нас есть отдел специальный в церкви, который так и называется управление ресурсами. Вот Виктор Алексеевич у нас руководитель отдела этого. И он может сказать, что на самом деле ресурсы в церкви сводятся не только к финансам, но финансы и управление ими показывают, насколько вообще мы умеем мудро управлять жизнью и всем тем, что Бог нам дает в жизни. Поэтому пусть Господь нас благословит, так, чтобы мы имели достаток и благополучие, и были благодарны Богу и не забывали о церкви своей. Аминь. Давайте помолимся. Благословенный наш Господь, благодарна Тебе, что Ты, по слову Твоему, учишь нас, как быть мудрыми людьми и жертвенными людьми, и, Господи, живя ли в бедности, в достатке, ли в довольстве, Ты помогаешь нам и учишь нас правильным распоряжением финансами, Господь. Благослови нас в том, чтобы мы видели Твою руку и чтобы пресыщение не отвернуло нас от Тебя в гордыне, а нужда Господь не подтолкнула к тому, чтобы отвернуться от Тебя из-за обеда. Благослови нас, Господь, верить в Твои обетования, которые говорят, что хлеба, воды всего необходимого для жизни будет достаточно для того, кто уповает на Тебя. Прими нашу молитву, благодарна Тебе за опыт Божьей Вестницы и Ее жизни, которая также нас многому учит, прикладному христианству, как нам жить, Господи, и делать в своей жизни оценку ценностей. Во имя Иисуса прими нашу молитву. Аминь.